Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Все, кто любит заказывать из iHerb или собирается это сделать, присаживайтесь поудобнее. У меня сегодня куча всего полезного и интересного, нового и того, что я постоянно приобретаю. В последнее время на iHerb было много скидок, минус 20-25%, поэтому я конкретно затарилась, не буду затягивать, поехали. Мне кажется, что до этого в своих видео я не освещала тему бытовой химии, давайте это исправлять. Эту вещь я заказывала уже во второй раз, универсальное очищающее средство от бренда Attitude. Без чего-то агрессивного в составе, мне нравится то, что очень легкая, слегка цитрусовая душка, и она для всего. То есть я очищу ею зеркала, окна, кухню, ванную комнату, и даже когда мне нужно протереть индукцию, она у нас в светлом цвете. Вы часто спрашиваете, как поддерживать ее в таком идеальном состоянии, на самом деле ее легко содержать в чистоте. Я наношу несколько пшиков этого средства, оставляю на 2-3 секунды, далее губкой или тряпкой все протираю, и на этом готово. И мне нравится то, что здесь распылитель, ничего не нужно разводить, я довольна, поэтому второй раз купила. Меня, как хозяйку, оно более чем устраивает, мало того, что работает, еще и одна баночка вместо нескольких. Тоже не впервые в моем заказе таблетки для посудомоечной машины от бренда Grab Green. Все ингредиенты здесь натурального происхождения и нетоксичная формула. Вы замечали, что когда используешь обычные таблетки для посудомойки, после мытья посуда сильно интенсивно пахнет. То ли у меня обострилось обоняние в последнее время, но я решила поискать что-то другое и начала заказывать эти. Если был бы формат побольше, я бы с удовольствием покупала. Их здесь 24 штуки, то есть хватает практически на месяц, поэтому я обычно заказываю сразу несколько упаковок, чтобы потом за ними не гоняться. Они пользуются популярностью на iHerb, поэтому часто нет в наличии, но их стоит выслеживать. Здесь супер приятный аромат, мандарин и лемонграсс. После них даже грязная посуда хорошо отмыта, мы в течение дня все собираем, потом на ночь включаем. У нас посудомойка Siemens, и это уже вторая у моей мамы Siemens, они хорошие. И с этими таблетками у посудомойки все хорошо складывается. Мы обычно выбираем такой не короткий режим, а 3 с чем-то часа, но эко. То есть когда все замачивается и не слишком много раз получится. Сейчас я использую эти таблетки и не планирую переходить на что-то другое. Несколько порошков, которые я использую как для нас с мужем, так и для детей. Вообще-то мне больше по душе именно порционные порошки, как-то так удобнее, правда. Но все же второй порошок я люблю за то, как он работает и за его аромат. Но вот этот тоже могу похвалить, тот же бренд Grab Green. Аромат очень приятный, белые, нежные цветы. Гардения. И здесь такая же история с ингредиентами, то есть они натурального происхождения. Все должно хорошо отстирываться. И по сути я могу это подтвердить. Но смотрите, вот эта капсула не растворяется, если включать, допустим, короткий режим на 15-20 минут и холодную воду. То есть я использую этот порошок тогда, когда включаю детскую одежду на 2,5 часа или микс какой-то хотя бы на 1,5. И тогда все хорошо, без вопросов растворяется в барабане. Классный порошок и опять же, пожалуйста, большой формат, потому что вот этих порций здесь всего 24. Следующий порошок огромный на 120 стирок. Но это порошок, который нужно засыпать. Он без формальдегида, все там натурального происхождения, без фосфатов и всего вот этого вот химического. Но, наверное, все-таки рабочие здесь есть, потому что это хорошо стирает. И вы хоть раз встречали порошок, который пахнет перечной мятой? Я обожаю перечную мяту. Моя любимая паста, прям такая ух, тоже из iHerb. К сожалению, ее не было, но я купила кое-что другое. И вот теперь вы знаете, как выглядит порошок с такой же отдушкой. Все белье после него супер свежее, хорошо отстиранное. Поэтому я могу сказать, что он делает все то же самое, что и какой-то более химический порошок. В общем, мне нравится и, возможно, есть такой же порошок, только в порциях. Вот тогда это был бы мой предел мечтаний. Этот бренд я также очень люблю. Все, что я приобретала от него, великолепно работала и приятные отдушки. В этот раз решила купить еще и посудомоечное средство. Мало того, что хочется мыть посуду чем-то таким щадящим, это раз. А во-вторых, я все делаю без перчаток. И так как у меня дерматит, мне нужно следить за тем, что я использую. И это то средство, которое у меня в использовании каждый день. То есть я что-то загружаю в посудомоечную машину. Если у меня одна тарелка, там вилка, то я, конечно же, это мою в раковине. Или когда что-то в посудомойку не помещается. Вот, купила, приятно пахнет лимоном и вербеной. Но не что-то такое, знаете, неприятное, аптечное. А наоборот, вот, я бы даже аромат какой-то купила для себя. Такого плана. Есть что-то? Подскажите мне. Неплохо пенится, без нареканий и красивая стильная упаковка. Так как помимо посудомоечного средства у нас всегда на раковине стоит еще и мыло для рук. Сейчас, мне кажется, мы еще чаще начали мыть руки по той причине, что наступило лето. Терраса постоянно открыта, так же, как и входные двери, то велосипед, то сад, то что-то протираешь на террасе, то фрукты. В общем, мыло у нас течет рекой. И для того, чтобы это красиво смотрелось на мойке, я взяла одинаковые. Дальше уже не бытовая химия, а средства личной гигиены. О бренде Nubian Heritage я как-то более подробно рассказывала. В них супер ингредиенты, и о мыле я неоднократно вспоминала. Мне оно очень нравится и по свойствам, и по дужкам. В этот раз мне удалось отхватить лишь одно, но зато мое любимое, с кокосом и с папайей. Когда я использую его, кстати, я мою не только руки и тело, но еще и кисточки. Особенно, когда я пробую разные средства, я беру разные кисти, их накапливается супер много. И как начнешь мыть, после очищения кисточек, мои руки очень часто готовы просто-напросто отвалиться. Поэтому я, опять же, вынуждена выбирать что-то такое. Жалко, так как средство не дешевое, но зато моя кожа в хорошем состоянии. Такое впечатление, что когда ты моешься этим мылом, как будто еще и распределяешь легкий крем. То есть кожа после этого мыла очень шелковистая, она увлажненная, и мне нравятся все ароматы этого бренда, без исключения. И на очень долго хватает, между прочим. Также вот Nubian Heritage забросила в корзину один из моих любимых кремов для рук. Я наношу его вечером, перед сном, и также на ноги распределяю. В этот раз взяла аромат бурити и пачули. Еще с козьим молоком. Такой он суперприятный. И это, с одной стороны, питательный восстанавливающий крем, но с другой, нежирный. То есть он по текстуре не суперплотный, быстро впитывается, моя кожа его мгновенно выпивает. Здесь большой формат, 118 мл. И помню, что моего первого крема мне хватило на несколько месяцев ежедневного использования. Поэтому экономненько получается. Вы наверняка знаете, что я огромный фанат бренда Jason. Я постоянно на протяжении нескольких лет приобретаю их пасту с перечной мятой. И я уже успела расстроиться, потому что последние месяцы я нигде не могла найти ее в продаже. Думала, ладно, возьму что-то другое. И называется паста «Морская свежесть». И я даже не знала, чего можно ожидать. Но на самом деле это морская перечная мята. И эта паста такая же классная, как та. То есть она дарит очень сильную свежесть. По сравнению с моей любимой, она чуть-чуть более нежная. Но прям вообще на граммульку. Также хорошо очищают зубы. И я не вижу, чтобы мои зубы потемнели, так сказать, когда я перешла на эту пасту. Потому что та была еще и отбеливающей. И ту, и другую могу однозначно советовать. Сейчас буду пользоваться этой. А вот то, чем я, скажем так, не очень довольна. Это ополаскиватель для полости рта от бренда Mild by Nature. Написано, что это средняя мята. Но я ожидала чего-то большего. Вот мой муж любит листерин. И для меня это что-то во время использования чего. Такое впечатление, что у меня даже мозг прополаскивает. То есть он настолько ядреный, он настолько жгучий. И я несколько секунд еле выдерживаю. И даже когда выбираю версию без алкоголя, все то же самое. Неприятно это все. Поэтому я решила взять что-то на херб без алкоголя, без красителей, без минерального масла, без парабенов, без сульфатов, без ГМО. И вообще-то, что пользуешься, что радио слушаешь. Возможно, как бы есть какая-то польза для зубов, вообще для полости рта. Но что касается каких-то ощущений, вот свежести, лично этого не получаю. Разве что детям, ну не знаю, наверное, для детей что-то специальное, еще более деликатное. Как-то я так не прониклась. На херб сейчас очень часто появляются такие мини-наборочки, которые здорово брать с собой в путешествие или что-то на пробу, чтобы сразу не скупать полноразмерные упаковки. Я такое люблю. И часто, пользуясь такой опцией, приобретаю что-то подобное. Но это не на пробу, это проверенные средства. То, что реально работает, то, что со мной уже годами. Это, во-первых, очищающий бальзам, то есть гидрофильное масло в виде бальзама от бренда Heimish в очень удобном компактном формате. Мало того, еще и две очищающие пенки. Зеленая у меня была. Она очень нежная. Она совершенно не стягивает, не пересушивает кожу, убирает остатки макияжа или для утреннего применения. Я очень часто рекомендовала ее тогда, когда говорила о кислотах, то есть вводишь какие-то более агрессивные средства. И чтобы не нарушать защитный барьер, для того, чтобы бережно очищать кожу, я много раз рекомендовала именно его. А второй, в серо-белой упаковке, он больше подойдет или жирной коже, или комбинированной, или на лето. Если вы любите что-то, что вот прям хорошо очистило, но при этом, опять же, не нарушило защитный барьер. И я взяла один для себя, второй для мужа, так как у него жирная кожа. И вторая баночка, это маска с черным чаем. Она у меня есть в полноразмерном формате, и она является более доступным аналогом маски от бренда Fresh. Она у меня также была, я пробовала. Делают они то же самое, это увлажнение, это освежающий эффект. И утром, когда просыпаешься и есть легкая припухлость, то чаще всего лучше помогают именно гелевые маски. И на лето это самая приятная текстура. В общем, я пока не пользовалась, взяла на всякий случай. Так как весной у меня были жуткие высыпания, даже в конце зимы, пусть лежит. Это мыло, которое предназначено для проблемной кожи, склонной к акне, к подкожникам, к высыпаниям. И здесь 3% серы. На него супер хорошие отзывы. Причем это мыло не только для лица, но и для тела. Есть огромное количество людей, у которых высыпания появляются не только на лице, но и на спине, и даже на ягодицах. Если у вас есть такая проблема, то, во-первых, конечно же, нужно обследоваться. Но есть и специальные средства, которые могут поддерживать хорошее состояние кожи. И я надеюсь, что оно мне не пригодится. Но пусть лежит на всякий случай. Мало ли что, серьезно. Я прошла через несвойственное состояние для моей кожи. Я думала, что это никогда не пройдет. Я уже на полном серьезе спрашивала у своего врача-косметолога, не акне ли это. И я долго выясняла причины. Оказалось, что это кортизол, то есть гормон стресса. Все остальное в порядке. Я также пересмотрела свое питание, свои пищевые привычки. Но до этого мы с вами еще дойдем. Мыло на всякий случай, так сказать, про запас. Увидела новинку. Возможно, только для меня это новое средство. Тоник от бренда Pixi. Я пробовала, наверное, большинство из них. И все они очень классные. То есть один из моих любимых это с розой. Он универсальный, даже беременным. Тем, кому нельзя использовать кислоты. Гликолевый тоник. Мне нравился с ретинолом. Бомбовый. И с салициловой кислотой взяла под той причиной, что... Да, вообще, здесь также есть комплекс пробиотиков. И хорошее сочетание. С одной стороны, ты растворяешь какие-то закрытые комедоны, очищаешь свои поры. Но и со второй стороны, балансируешь хорошие и нехорошие бактерии на твоей коже. В том числе, еще и работаешь над защитным барьером. Он пока что запечатан. Я постепенно начну его вводить. И потом расскажу вам, как он мне. Но, в принципе, я практически уверена в том, что этот тоник не станет исключением. И просто присоединится к моим любимцам. Такого еще не было. Патчи от морщин. Я понимаю, что это как бы точно нас всех не спасет. Но попробовать стало интересно. Я знаю, что обычные патчи можно клеить, ну, те, которые под глаза, на все лицо, куда угодно. Но интересным является то, что эти патчи клеятся на 3 часа и дольше. То есть их можно оставлять на всю ночь. Не знаю, честно говоря, я не видела никаких отзывов. Проверю на себе. Также взяла попробовать крем после загара от Гавайи Антропик. Это моя давняя хотелка. Раньше, когда мы приезжали отдыхать, средства для загара или там SPF были супер дорогими. Я думаю, ну, раз скидки, вообще на iHerb более доступные цены, заброшу в корзину. Так приятно пахнет пинаколадой. Гелевая легкая текстура, но аромат прям сильный. Если вы такое любите, то можно попробовать. Охлаждающий немножечко такой, восстанавливающий. Ну, вот прям после загара, после душа намазаться, потом одеться, пойти куда-то поужинать. Вот типа такого. То есть не нужно ждать того, что это что-то, что уберет ожог. Нет, это совершенно другая история. Моя бьюти-хотелка исполнена. Написано, что аромат кокоса и папайи, а никакая не пинаколада. Ну, что-то в этом стиле. Такое вкусненькое, сладкое. Для массажа тела взяла себе масло от бренда Jason. Оно идет еще и с витамином Е. Миндальное, абрикосовое, ну, абрикосовые косточки авокадо, подсолнечное масло. И оно очень приятное, оно быстро впитывается, оно не очень вязкое. И чаще всего, когда я помоюсь, еще стою влажная в душе, на влажные ладошки выливаю несколько капель и распределяю. Так это впитывается лучше всего. И я часто делаю, например, сухой массаж перед душем. И потом после душа наношу это масло, и кожа настолько мягкая, она как отполированная, вообще как новая. Масло приятное, хотя я почему-то заказывала и не полагала на него особых надежд. А еще вспомнила, что когда-то у меня был крем от бренда Jason с витамином С. И я его так хвалила, а потом забыла о нем. Нужно это исправить. Также хотела вам сказать, точнее даже показать бронзер от Physicians Formula. Я купила его в оттенке Light Bronzer, по-моему. Блин, посмотрю в своем заказе. И я сегодня именно красилась. Я его носила, я думаю, нужно не забыть принести в свою коробку. И положила его где-то так, что не смогла найти. Но наконец-то я попала в тот цвет, который мне идеально подходит. Он такой не слишком теплый и не холодный. Он универсальный. И даже для светлых девчонок это супер вещь. Я скоро буду готовить отдельное видео о бюджетной косметичке. Я надеюсь, что до того времени я его найду. И вот многие писали, что это какая-то фантастика. Я не могла понять, потому что у меня был другой цвет. Я думаю, почему он на мне вот просто рыжий. Я не могла подобрать себе оттенок. Наконец-то я попала и продолжу свои поиски дома. А это маленькая лавандовая бомба. Баттер для тела. Я не думала, что он будет таким маленьким, но уж есть как есть. Это баттер для тела со сливочной консистенцией. Густой, хорошо распределяется, очень хорошо увлажняет. Если у вас сухая кожа, то присмотритесь. Но если наносить его в более умеренном количестве, я думаю, что он должен хорошо впитаться. Но это именно больше про увлажнение и даже питание. С маслом ши и с маслом маринга. Это что-то, что хочется использовать по чуть-чуть, чтобы растянуть удовольствие. Он не был очень дорогим. Как раз небольшой формат в поездку. Но я бы с удовольствием пользовалась им на постоянной основе. Он очень приятный этот баттер. И аромат лаванды. Как будто ты находишься где-то в поле лаванды. И освежающий, и какой-то такой расслабляющий. Люблю наносить его вечером, перед сном. Это официально лучшие пластыри от прыщей. От бренда Somme by Me. Наконец-то вы оставили что-то для меня. Я настолько сильно их расхвалила, что потом сама на протяжении полугода нигде не могла их купить. И тут сразу пять упаковок. Опять же, про запас. Они стоят недорого. Даже по сравнению с COS-RX. И они, по моему мнению, самые эффективные. То есть, это не что-то, что вы приклеите, и ваш прыщ испарится. Нет. Но если вы его уже убрали, например, и надавили себе вот такую шишку, которую видно за три километра. Это я так делаю. Потом наносите какое-то средство с подсушивающим действием. Какую-то болтушку такую в аптеке продаются на основе цинка, каких-то кислот, салицилов и так далее. И поверх патч. И вот этот бугор, вот это нечто разъяренное, становится буквально плоским. И также, девчонки, когда я очень сильно что-то раздавлю себе на нервах, или что-то такое уж назрело, я это не замазываю, я это заклеиваю пластырем. Он не блестящий. Он действительно такой тоненький, он очень хорошо держится. Даже поверх макияжа можно приклеить. То есть не замазывайте себе это. Прыщу все равно будет видно. Если вы наносите тонну косметики, это не замаскирует бугор. Поэтому я пришла к выводу, что лучше я заклею пластырем. Потому что все равно он никуда не денется, и все равно он будет заметен. А так хоть будет лечебное действие, а не просто турбо-маскировка всеми кровящими средствами. И главное, что это действительно помогает, во-первых, поскорее вытянуть его. Но если надо выдавить в другой ситуации, другого решения ситуации нет, то я выдавливаю, и потом поверх приклеиваю патчи. Обожаю их. Прям искренне советую, если вы себе иногда такое делаете, как я. Гигиеническая помада от Sierra Bisse. Она бесцветная, и больше всего мне нравятся эти с гранатом. Я покупала и мульты, там с разными вот этими отдушками. Мне кажется, что, во-первых, она самая приятная, во-вторых, она очень хорошо питает и восстанавливает губы, и они у меня везде. Во всех сумках, даже у мужа в машине он постоянно пользуется гигиеничкой. Поэтому тоже заказала. Вот одной уже нет. Ура! Еда! Вы сейчас подумаете, что я сошла с ума, я купила аж 4 смеси для панкейков. Две из них для детей, а две для меня. Опять же, из-за скидок. Но это то, что я пробовала, то, что мне нравится. И сейчас у меня не так много свободного времени, желания да и сил готовить. Когда классная погода, хочется больше гулять, и когда приходишь домой, нужно быстро что-то сделать на полдник или на ужин, или на завтрак. Хорошо что-то такое иметь под рукой. Но чтобы в составе там тоже не было чего-то, чего я не приемлю. Мало того, сделать обычные панкейки это тоже не проблема, особенно в термомиксе. Но что касается, вот, например, гречневых, вафель или панкейков, тут уже дела обстоят посложнее. Поэтому я покупаю уже не первый раз. Очень вкусные панкейки получаются. Сзади написан рецепт. Даже если вы не знаете английского, то без проблем переведете его в переводчике. Добавляешь только яйцо, мед и молоко. Это все. Ну, немножко разные пропорции для вафель и для панкейков. Это вот с гречкой. И вторая без глютена. На самом деле, я не могу сказать, что я прям сильно избегаю глютена. У меня нет аллергии, или как, непереносимости глютена. И у детей также. Сейчас у меня такое питание, за которым мне больше нужно следить. У меня действительно меньше глютена. В диете, так сказать, вынужденной. Но я купила не по той причине, что это без глютена, а просто потому, что я знаю, что бренд классный. Это Bob's Red Mill. И тоже смесь для панкейков. Такая классическая. У меня есть разрыхлитель от этого бренда. И муку я от них покупала. И у них овсянка есть без глютена. Если вы ищете именно продукты без глютена, то обратите внимание. И тоже с этой смесью всегда получаются вот такие вкуснячие панкейки. Себе же я взяла смеси для панкейков с протеином. Не на каждый день я не увлекаюсь. И не заменяю такими средствами обычную полноценную еду. Нет. Но мне стало интересно. Вот эти, например, очень часто рекомендуют те, кто супер сильно следит за своим питанием. У меня сейчас с этим очень строго. Но на аварийные, так сказать, дни пусть будут. И тоже Bob's Shred Mill. Они цельнозерновые. И в эти панкейки, например, добавляется только вода. Я когда-то работала в компании, которая производит и желе, и ванильный сахар, какао, вот эти кисели быстрого приготовления, разные пирожные, маффины, пироги. И все, что с этим связано. И я хочу вам сказать, что я прекрасно помню наши разговоры с поставщиками какао. Хорошее, действительно полезное черное какао. Не Nesquik, а именно натуральный какао-порошок. Его найти суперсложно. И хорошее какао, настоящее, дешевым быть не может. И это какао действительно хорошего качества. Оно даже по цвету более темное. Оно более насыщенное по вкусу. И это несравнимо с тем, что уже в смесях разных продается. То есть я даже если варю детям какао, то делаю его сама. Это несложно, не занимает много времени. И это также польза. Я уже упомянула о том, что сейчас у меня несколько другое питание. То есть раньше оно было, так сказать, высокоуглеводным. Потому что я часто ела какие-то крупы с овощами. И часто это были овощи, которые содержат сахар. Это морковь, это свекла. Помимо этого, утром я могла съесть, например, овсянку с фруктами. На обед часто в последнее время предпочитала рис тоже с фруктами. И, во-первых, я быстро становилась голодной. Во-вторых, когда резко падал уровень сахара в крови, то начинали даже дрожать руки. Короче, с этим нужно было что-то делать. И у меня не было ни желания, ни сил само разбираться. Поэтому я, так сказать, обратилась к специалистам. И сейчас у меня есть кое-что из кето-диеты. То есть я больше употребляю белков, полезных жиров. И овощи, в основном те, которые содержат меньше сахара, много зелени. В основном без круп, совершенно без выпечки, без мучного. Ну, посмотрим, сколько я продержусь. Пока что мне нравится мое самочувствие. Хотя сначала мне было, ой, как нелегко. И я заказала себе кето-гранолу, которая будет давать немного энергии. Здесь арахисовое масло, семечки тыквы, орехи, семечки подсолнуха, кокос и даже шоколад. Написано, что на одну порцию всего 1 грамм сахара. Я пока что не открывала, не знаю, какое это на вкус, но будем пробовать. Мои любимые семечки чия. Но сейчас я их расцениваю не только как основной ингредиент для пудинга чия. Это также является источником протеина, омега-3 и клетчатки. То есть я добавляю эти семечки в салаты, в какие-то даже основные блюда, для того, чтобы дополнить свою диету полезными компонентами. Ну, а пудинг чия никто не отменял. Особенно с сезонными фруктами это нечто. Блин, это варенье я заказывала еще до того, как начала менять свои пищевые привычки. И до сих пор все это закрыто. А вообще, на самом деле, эту марку я покупаю даже в Польше. Часто она в какой-то акции продается в Бедронке или даже в Лидле. Точно не помню где, но в таких больших сетевых магазинах. И мне нравится то, что здесь в составе только 100% фруктов. И очень часто у них такие небанальные сочетания, например, клубника и ревень. То есть польские производители ничего такого не делают. Это очень вкусно и это сладко. Это у меня манго и ананас. Перец не открывала, но я уверена, что это качественные продукты. И эта баночка, наверное, будет ждать своего часа. Или использую позже, например, когда буду делать что-то для детей. Заканчивается у меня мой любимый перец. Поэтому да, кого веселит то, что я заказываю перец из Америки, снова его приобрела. Он всегда есть в моей кухне. Он более яркий именно по вкусу. Его нужно меньше, чем у обычного перца. И мне нравится то, что это всегда свежий такой перемолотый перец. Я вижу разницу в этом и в тех, которые я могу купить в ближайшем магазине. Поэтому смешно или нет, но я снова его купила. Обожаю чай Harney & Sons. Вот каждый, который у меня был от этого бренда, это полнейший восторг. Я люблю чай с бергамотом. А мой муж, по-моему, самый ярый фанат этого чая. И покупаю его, потому что он не только красиво выглядит. Баночки я хороню, а потом мы их используем уже не по назначению. Классно было бы, если бы отдельно уже продавались эти мешочки, правда? И наполнять потом контейнеры. Почему так не сделают? Обидно. И этот чай продается в мешочках таких прикольных. И самое классное в нем то, что одного вот этого мешочка хватает на большой заварник чая. Заварничек, заварник, ну, на больше, чем одну чашку, скажем так. И черный чай с бергамотом очень вкусно также с ягодами. То есть прямо забрасывать туда разные ягоды и заваривать вместе. Сейчас сезон, и можно делать айсти. Вот. И последний раздел это бады. Я не специалист, я никому ничего не советую. Единственное, что я могу посоветовать в этой ситуации, это обратиться к специалистам, сдать анализы. И чтобы грамотный доктор назначил вам правильную дозировку того, что необходимо вашему организму. Вот. Начнем с этого. И что назначили мне? Комплекс кальций, магний и цинк. Вообще-то мне сказали, что нам всем не хватает магния и безопасная дозировка. Это 400 там миллиграмм. В общем, я сильно не вникала. Вот что мне сказали, то я приобрела. И мне также порекомендовали бренд Solgar или Solgar. Он у нас стоит гораздо дороже. И говорят, что лучше заказывать из Америки. Я так, собственно говоря, и сделала. Заказала, пока что только начала принимать. Посмотрим. Проверюсь через, ну, хотя бы месяц. Может быть, чуть позже. И посмотрим, все ли там у меня в порядке. Ну, вообще-то кальция многим не хватает. И магний тоже. Ну, а цинк сейчас тоже, так сказать, сезон для цинка. Также мне назначили Potos. Это по-польски. Не буду, в общем, сильно тут разглагольствовать. Мне сказали, что его недостаточно. И мне нужно в воде разводить это нечто. И принимать вовнутрь. После того, как я изменила свое питание. Во-первых, мне жутко хотелось пить. Во-вторых, ну, туалет стал моим вторым другом. И я ощутила на себе все прелести обезвоживания. Я никогда бы не подумала, что выпивая там около трех литров воды, все равно я столкнусь с симптомами обезвоживания. И мне сказали, что обязательно нужно принимать электролиты. И сейчас жарко. Также, если заниматься активно спортом, то это происходит моментально быстро. И также мне посоветовали, чтобы это было вот такого формата, в жидкой форме. Одна чайная ложка на стакан воды. Но вы, пожалуйста, сами себе такого не назначайте. Я просто говорю о том, что все эти вещи также доступны на iHerb. Не очень приятно. И посмотрим тоже. Я надеюсь, что со мной все будет хорошо. Но ощущения от обезвоживания неприятные. Даже как будто руки сводят. И вот мышцы. И постоянно, опять же, сухость во рту. Сколько бы я ни пила. И еще при этом вымываются все вот эти полезные ингредиенты. Не ингредиенты, а компоненты. Типа магний, кальций и все вот это вот остальное. Поэтому мне сказали, подруга, начинай пить. Потому что, может, это все закончится печально. И, кстати, наш педиатр тоже постоянно рекомендовал нам в домашней аптечке иметь с собой где-то в поездках такие специальные порошки с электролитами из аптеки для детей. Потому что можно подхватить желудочный грипп. Это полная катастрофа. Я раз в жизни пережила. Я думала, что я умру. Я на полном серьезе вызывала скорую. Это единственный раз, когда скорая приехала. И то они мне не помогли. Я вам рассказывала эту дикую историю. Но, в общем, суть в том, что когда у тебя и рвота, и расстройство, и ты вообще не понимаешь, что с тобой. Потому что и судороги. Это ужасно. А по маленькому ребенку можно даже не заметить. Так что и для меня, и для детей теперь у меня есть вот такое. Также мне назначили принимать псиллиум. Это источник клетчатки для лучшего пищеварения, для нормализации. И я знаю, что многие в готовке где-то используют или там добавляют в кашу. Мне же сказали разводить в воде и тоже все это пить. Или в соке. Будем пробовать. Вчера была у меня подружка и тоже отсыпала себе. Говорит, я много слышала хорошего о псиллиуме. Давай делись. Будем пробовать вместе. На сегодня это все. Я говорила, что у меня несколько огромных заказов. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забудьте поставить пальчик вверх. Все ссылки и полное название, как всегда, будут в инфобоксе. На этом мы с вами прощаемся. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.